СМОТРИЯ ТЕЛЕВИЗОР Какое-то количество времени невозможно не оказаться под обстрелом рекламы, которая соблазняет нас проверить наши гены. Понимаете, о чем я говорю? Недавно в Оксфордском университете опубликовали статью, которую я частично процитирую. Речь идет о компаниях, которые сколотили себе состояние на подобных тестах. Они, компании, которые на этом наживаются, зачастую умышленно манипулируют людьми, сильно искажая историческую реальность, которую они призваны документировать. Конец цитаты. А есть такие люди, которые винят в своей безнравственности, своей гены. Я ничего не могу поделать со своим аморальным поведением. Это у меня в генах. Просто я такой. Я таким родился. Библия говорит нам, что у каждого человека, живущего на Земле, действительно, есть унаследованные врожденные гены. Библия говорит нам, что все мы были рождены, унаследовав порочные, бунтующие гены Адама, которые бунтуют против Бога. Да, вы можете принять это как данность. Во многих университетских кампусах среди прогрессивных, воинствующих гуманистов сегодня модно говорить, что человек рождается очень хорошим. Просто его развращает капитализм. Верно. Но Писание ясно говорит, хоть мы и рождены во грехе и унаследовали грех, и бунт Адама, и его бунтарские гены, хоть по природе своей мы рождаемся враждебными к Богу, крест Иисуса Христа может преобразить нас в образ самого Христа. Каждый, кто говорит, я ничего не могу поделать, не могу справиться со своим аморальным поведением, потому что я просто таким вот родился, никогда не переживал преображающей силы креста Иисуса Христа и не хочет ее пережить. Такой человек отказывается принять неописуемую силу Духа Святого, которая действует в нас, силу, которая может превратить нас из грешников святых, силу, которая может изменить нас, сделав из бунтарей друзей Бога. Корень дерева наших жизней — это унаследованный грех. Мы это знаем. Корень всего — наша греховная природа. Однако Дух Святой может произвести в нас свои плоды, не обращая внимания на наш корень греховной природы. Корень дерева наших жизней рождается из семени эгоцентризма. Однако сила Божьего Святого Духа может убрать эти унаследованные гены и произвести в нас плоды Духа. В послании к римлянам апостол Павел показывает нам, что спасение дается только по благодати. Это 5 глава с 12 по 21 стих. И это не та дешевая благодать, о которой многие сегодня проповедуют с кафедры. Это благодать самого Бога. Она преображает нашу жизнь. Вы часто слышали, как я цитирую Чарльза Сперджена, «Благодать, которая не меняет вашу жизнь, это не благодать Иисуса Христа». Спасение приходит шестью гарантиями, о которых мы слышали в прошлой проповеди. Здесь Павел объясняет происхождение греха и единственное решение проблемы греха. Также апостол Павел предвосхищает вопросы лидеров. И вопрос таков. Почему из-за одного человека расплачиваются многие? Очень хороший вопрос. Павел начинает с анализа. С контраста, если вам угодно, между Адамом и Иисусом. Они не равны. И я скоро это вам покажу. Речь о контрасте поступков двух этих людей. Пожалуйста, послушайте внимательно. Римлянам 5 глава с 12 стиха. Я могу упростить и сократить этот отрывок до трех предложений. «Адам пал, Христос вознесся, верующий побеждает». Надеюсь, вы уловили. Все очень просто. Адам пал, Христос вознесся, верующий побеждает. Итак, с 12 по 14 стихи мы видим, как Адам пал и повлек за собой все человечество. С 15 стиха и до 19 Иисус вознесся, вместе с собой он избавил и верующих. Третий пункт с 20 стиха. Верующие победители. Давайте кратко поговорим об этом. Когда Адам решил активировать свои бунтарские гены, ему пришлось столкнуться с последствиями своих действий. Что еще более важно, он передал эти порочные гены всем нам, всему человечеству. С самого начала человечество задается вопросом, почему смерть властвует... Почему все должны умереть? Почему это происходит? И как смерть может быть такой неоспоримой победительницей человечества? Люди задаются этими вопросами сотни тысяч лет. Здесь, в послании к римлянам, Павел отвечает на этот вопрос в логическом порядке. Следите за мыслью. Он пишет. Во-первых, грех Адама против Бога активировал силу греха. Эта активация силы греха навлекла на Адама и всех его потомков телесную смерть. Не поймите неправильно. Эти слова апостола Павла. Он не утверждает, что грех и бунт против Бога начался с Адама. Здесь говорится не об этом. Грех начался с сатаны, когда тот восстал. Он восстал против Бога и попытался захватить власть на небесах, отчего и был свергнут. У Адама был выбор — послушаться сатану или послушаться Бога. Возлюбленная. Послушайте, все, что вам нужно сделать — глубоко вздохнуть и осознать, что мы с вами сталкиваемся с этим вопросом каждый день. Много раз в день. Послушаться Бога и того, что говорит Слово Божие, или податься соблазну сатаны. Мы сталкиваемся с этим каждый раз. Будь ситуация ясная или двусмысленная, у нас всегда есть выбор. Библия говорит, что даже внутри верующих в Господа Иисуса Христа, тех, кто принял новую природу во Христе, борются две природы. Плоть борется с Духом, а Дух с плоти. Вы уже слышали, как я говорил, что внутри нас словно борются две собаки. Та, которую вы кормите, одолеет слабую собаку. Какую из них вы кормите каждый день? Плоть или Дух? Некоторые из вас слышали, это еще в те времена, когда я работал с молодежью, а это было еще при Ное, на случай, если кто-то скажет, «Этот несчастный Адам навлек на нас неприятности. Если бы я был там, вот я бы не поддался». Ну уж, конечно. Будь вы там, вы бы ни за что не поддались. Мы по природе своей хотим сделать то, что нам велено не делать. Послушайте меня. Кто-то скажет, «Майкл, минуточку, почему Библия возложила ответственность на Адама? Почему он расплачивается за все? Разве Ева не согрешила первой? Почему во всем виноват Адам, а не Ева?» Очень хорошо, что вы спросили. Я, пожалуй, отвечу вам на этот вопрос. Я уже рассказывал вам это, поэтому не стреляйте в меня. В 89-м году я попал на встречу большого количества воинственно настроенных феминисток. Да, было такое. Я выделялся как белая ворона. Женщины спорили. Нужно найти переводчика в Библии, нужно заставить богословов перестать обращаться к Богу как к мужчине. Он, отец. Я не понимал, что происходит, но не хотел драться, и потому молчал. В юности у меня всегда было чувство юмора. Теперь я стал старше, надеюсь, немного мудрее. Я сказал, «А можно задать вам один вопрос?» Все заворчали. Когда я вставал, чтобы задать вопрос на таких собраниях, то меня освистывали еще до вопроса. Я спросил, «Можем ли мы сатану тоже называть она?» Меня чуть не забросали камнями. Я серьезно говорю. Вам нужно понять, когда Ева согрешила и позвала Адама присоединиться, она считала, что делает Адаму лишь только добро. Поймите, когда сатана сказал ей, что, отведав запретного плода, она станет великой, подобной Богу, Ева решила, что ее муж не должен упустить такое благословение. Ева — первая женщина, которая воплотила слова песни «Будь рядом со своим мужчиной». Ева хотела, чтобы ее муж развивался. Ева хотела, чтобы ее муж преуспел в жизни. Ева хотела, чтобы ее муж поднялся по служебной лестнице. Она хотела, чтобы ее муж получил повышение. И вы скажете, «Ну, это естественно». У Адама была ответственность сказать «нет». Вы ведь понимаете, это была ответственность Адама взять на себя роль духовного лидера. Его ответственность — подвести жену к покаянию и признанию. Его ответственность — сказать своей жене, «Евочка, милая». Ты помнишь, что сказал Бог? «Евочка, дорогая моя, пойдем к Богу и попросим прощения». Но вместо этого он тоже поддался соблазну. Поэтому Библия говорит о грехе Адама. С того момента все грехи, которые наследуют дети, наследуются именно от отца. Матери, шлепая своего малыша, вы выбиваете из него папочку. Дальше хуже. Вместо того, чтобы признаться в своем проступке и попросить у Бога прощения, Адам обвинил Бога. Он сказал, «Бог, это твоя ошибка. Это ты дал мне эту женщину. Мне не стоит так говорить». И сегодня определенно нужно пообедать дома. Можно не говорить, что сказано об этом в Писании. Павел говорит нам с 12 стиха, что настоящим ядом этого плода была смерть. не только для Адама, но и для всех его потомков. Для нас с вами. Даже младенцы умирают не потому, что совершили грех, но потому, что рождены во грехе. Грех влечет смерть, а они наследники греховной природы. Не упустите самый важный момент, о котором говорит здесь Павел. «Не упустите». Человек не становится грешником, совершив грех. Скорее, человек совершает грех, потому что он грешник по своей природе. Человек не становится вором, когда ворует. Он ворует, потому что он жадный. Неудивительно, что Иисус сказал в Евангелии от Матфея 15 главе 19 стихе, «Ибо из сердца исходят злые помыслы». Все убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства. Все хуления исходят из сердца. Грех ведет к смерти, смерть ведет к разлуке с Богом. Адам пережил эту разлуку в тот момент, когда был изгнан из Эдема за свое непослушание. Я много раз слышал, как люди говорили, что это несправедливо. Это несправедливо. Адам согрешил, а мы наследуем его ошибку. Возлюбленные, столь же несправедливо, что безгрешный, совершенный, святой Сын Божий взял грех на себя. Он заплатил цену за грех ради каждого, кто поверит в Него. Адам пал. Христос вознесся. Это с 15 по 19 стихи. Адам сделал выбор активировать свои бунтарские гены. Теперь все человечество рождается с этими порочными генами. Хотите узнать свою родословную? Библия говорит вам, кто вы есть. Порочные гены. Поэтому все переживут телесную смерть. Но когда Христос воскрес из мертвых, Он дал возможность всем, кто поверит в Него, воскреснуть с Ним. И никогда уже больше не умирать. Верующие никогда не умрут. Они умрут целесно, но духовно они будут жить вечно и править со Христом. Один поступок Адама навлек на нас проклятие, но один поступок Христа на кресте принес нам спасение. Эгоцентризм Адама принес смерть, проклятие, сокрушение и бесконечное горе. Но жертва Христа принесла благодать, силу и радость всем, кто призывает его имя. То, что Адам настоял на своем, оставило человечество в беспомощное положение и обрекло на вечную смерть. Но желание Христа воплотить волю Отца сделало возможным для вас и меня для каждого человека после смерти для вас и для вас во славе Господа Иисуса Христа жить вечно. Не упустите важную мысль. Павел не утверждает, что Адам и Иисус это совершенные противоположности. Нет, нет. В разных культурах так и учат, но это ересь. Они вовсе не противоположности. Павел показывает контраст двух поступков. Один поступок разрушительный, другой восстанавливает. Адам навлек смерть, а Иисус принес жизнь вечную. Однократное непослушание Адама повлекло за собой вину. Смерть Христа принесла прощение верующим в Него навечно. Непослушанием Адам стремился стать равным Богу. Послушание Христа заставило его на время оставить равенство с Богом, бывшее у Него еще прежде сотворение мира. Адам пал, Христос воскрес, верующий побеждает. намного значительнее. Услышьте меня, пожалуйста, правильно. Это самая фантастическая новость. Самая фантастическая новость во всем мире. Не пропустите ее, если никогда не принимали добрую весть. Сегодня вы сможете это сделать. Дар благодати не только восстановил верующих до первоначального состояния Адама. Нет, дар благодати не только снял проклятие смерти, но даровал прощение и очищение от смерти. Дар благодати готовит путь искуплению Господа, чтобы мы приняли полную праведность и славу Бога. Давайте откроем вместе 20 и 21 стихи. Павел пишет о законе Моисея. Он был дан не для того, чтобы дать нам жизнь. Бог дал закон Моисею не для того, чтобы дать нам жизнь. Он и не может ее дать. Закон был дан нам как временный надзиратель. Но для чего же? Зачем? Чтобы направить людей к благодати нашего Бога. Поймите меня правильно. Только благодать Иисуса может победить грех. Только благодать Иисуса может одолеть грех. Только благодать Иисуса может подчинить себе грех. Только благодать Иисуса может навсегда сокрыть грех от глаз Бога. Поэтому только те, кто принял благодать Иисуса, смогут попасть на небеса. Если вы не приняли ее, можно сделать это сегодня. Неважно, смотрите ли вы нас по телевидению или находитесь здесь. В 20-м стихе сказано, когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Лже проповедники учат. Чем больше вы грешите, тем больше переживаете благодать Бога. Гришите смело. Это ложь из преисподней. Ложь из преисподней. Что это означает? Когда пал Адам, Иисус вознесся и верующий побеждает. Там, где есть грех, умножается благодать. Там, где во грехе признаются и каются, благодать покрывает его полностью. Но если грех объясняют и извиняют, находя множество оправданий, почему, кто и зачем, этот грех будет распространяться как рак в теле. Если к вам придет мысль, что ваш грех слишком велик, помните, что благодать Бога безгранична. Если к вам придет мысль, что ваша вина слишком сильна, помните, что благодать Бога намного сильнее вашей вины. Если к вам придет мысль, что ваши прошлые грехи слишком темны, помните, что благодать Бога ярче, и она рассеет тьму вашего прошлого. Если к вам придет мысль, что сатана слишком силен, и вы не можете ему противостать, помните, что Бог сильнее, чем хотел бы быть сатана. Помните, что с вашей душой все в порядке, потому что так сказал Иисус. Провозглашаю бескомпромиссную истину на пути вперед. С доктором Майклом Юсефом.